Почему русские люди должны следовать христианству, которое создали евреи? Апостол Павел не стесняется признавать свое еврейство и образование, и принадлежность к фарисейству, и Господь в Евангелии говорит о том, что спасение от иудеев. Но это никак не унижает достоинство вселенского православия, веры во Христа Спасителя, для которого, по определению того же апостола Павла, нест ни иудея, ни эллина. Для благовестия все народы земли едины и все призваны в небесное царство. Именно это означает понятие вселенскость или кафоличность церкви. Для всех тех, кто именуется человеком, предназначено и вхождение в церковь ради жизни вечной, ради единения в Царстве Небесном с Господом своим, Создателем, Спасителем. Так что некогда в дохристианские времена, совершавшаяся Богом, особая линия попечения о народе еврейском, о потомках Авраама по плоти, о потомстве его сына и внука Исаака и Иакова. С него, можно сказать, по нему именуется народ Израиля. Все его дети, именуемые уже патриархами, положили начало коленам Израилевым, от одного из которых надлежало призойти Спасителю мира Христу. Унижает ли это Христа и учение христианское, о котором в объятия Божьи призваны все сыны и дочери человеческие? Никоим образом надлежало Богу произойти по плоти от одного из родов человеческих. Ибо он взялся не из воздуха, но Дух Святый, сошедший на Пречистую Деву, послужил зачатию под ее сердцем Спасителя мира. И надлежало ему воспринять всю полноту человеческой природы, кроме греха, и родиться нетленно после девяти месяцев пребывания под сердцем Пречистой Матери Своей и явиться всему миру в Богоявлении, когда на Него указал Иоанн Креститель, и надлежало ему всех вознести к себе, когда Сам Он был вознесен над землею своим крестом, а сугубо своим воскресением, и Дух Святой, сошедший на Церковь на 50-й день после воскресения, уже и во все концы повел апостолов благовествующих с тем, чтобы торжество Господа, спасающего род человеческий, совершалось, и поныне, чему участниками, свидетелями мы с вами являемся. То, что предшествовало Богоявлению, особое попечение о том роде, от которого по плоти надлежало Спасителю произойти, никак не отменяет его последующего величия. Род иудейский не был особенно белым и пушистым, не был особенно послушным Богу, но в нем Господь воздвиг и великих царей, и пророков, и священников, установил принесение жертвы прообразовательной, которой обещал внимать и на которые обещал презирать, то есть снисходить своим вниманием и помощью, ради того, чтобы не смешался тот род, от которого надлежало произойти по плоти Спасителю, с окружающими языческими народами. Ветхий Завет был, по определению апостола Павла, детоводителем ко Христу, педагогом, что в переводе означает «приводящий дитя к учителю», а не самого Учителя. И народ еврейский Богом особо хранимый, чтобы, несмотря на всю его жестоковыйность и озлобленность против своих же пророков, против самого Господа, тем не менее осталось в нем учение о едином истинном Боге и ожидании грядущего Мессии, Спасителя мира, который и пришел от Бога определенный час для спасения всех нас. После богоотвержения, после богоубийства иудейского, конечно же, вовсе не тем же является иудаизм, что до христианские времена. Если тогда это было ожиданием грядущего Спасителя, и хорошо ли, плохо ли ждали иудеи, и хранили слова пророческие книги Моисеевой о том, что семя жены сотрет главу змия, бдительно ли или забывали об этом, изготавливая себе золотого тельца, и то и дело только формально, почитая Бога устами своими, при сердце далеко отстоящим от Него, за что обличали все пророки народ иудейский. Но, тем не менее, Богом положенное дело было совершено и по скончании седьмин Данииловых, и по указанию и иных пророков, для того, чтобы яснее узнали иудеи, пришедшие к ним спасение, является Господь и уже действует не в интересах иудеев только лишь, которые восстали против Него, но в интересах всего человечества, всех когда-либо живших и имеющих еще прийти в мир людей. Для проповеди Христовой нет границ ни национальных, ни возрастных, ни гендерных. Господь пришел всякого человека просветить, и нет и новой имени под солнцем, которым надлежит людям спастись. Нет ни для иудея больших преимуществ от того, что он иудей, если не верует во Христа, нет и у язычника существенных недостатков, если и не имея пророков, если и не принадлежа к роду, от которого произошел Господь по плоти, он верует в Господа, то и настигает то, что не постигли тех, к кому Господь первым делом пришел, то есть к иудеям. Потому и указывается Господом иудеям жестоковыйным. Многие придут от всех четырех сторон света и возлягут с Авраамом, на которого вы думаете уповать в Царстве Божьем, а сыны Царствия, сам народ, в котором явился Спаситель, будут извержены вон. И регулярно после притчей Господних, указывающих на отвержение Израиля и на явление нового Израиля, христианской православной церкви, гневались на него, ненавидели его и стремились убить его, что и было им попущено совершить. Так что совсем неправильно называть христианство еврейским учением, воспринятым зачем-то Русью, еще тогда не слаженной, еще тогда языческой, но нужно благодарить наших великих предков и князя Владимира, прежде всего, при котором это благовестие вселенское докатилось и до наших предков. Так что и сегодня, держа знамя православия, мы с вами чаем спастись и послужить спасению еще и потомства нашего. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok